Уважаемые гости, компания Кодерлайн приветствует вас. Наша сегодняшняя встреча посвящена конфигурации 1С зарплаты управления персоналом УЗУП. И вы видите на экране наши контактные данные, наши электронные почты, телефоны, телеграм-контакты и адрес сайта. Вести сегодняшнюю встречу буду я, консультант-аналитик 1С Гардышева-Калина. И если вам по какой-то причине оказалось, например, неудобно время проведения нашего вебинара или вы не смогли дослушать до конца, то мы выкладываем записи вебинаров через некоторое время на сайте. И вы можете там посмотреть в удобное для вас время с чаем в тапочках. Ну, то есть приглашаем вас на просмотр. Возможно, еще какие-то материалы вас заинтересуют. Мы, в общем, занимаемся всеми вопросами, которые касаются 1С программного обеспечения, всеми конфигурациями и выполняем все виды работ. Поэтому будем рады оказаться вам полезными. Обращайтесь с вопросами, любым удобным для вас способом. Ну, желательно присылайте вопросы после вебинара, потому что у нас будет больше времени и ответить на эти вопросы, и ответить уже предметно, касательно вашей ситуации. И мы будем рады оказаться вам полезными. Итак, сегодняшняя наша встреча будет проходить вот по такой программе. Мы будем смотреть информационные материалы, то есть нормативные акты на слайдах. И будем переключаться с вами на саму конфигурацию, на демо-версию. Вот таким образом я сейчас переключусь. Значит, мы будем смотреть уже на, так сказать, на местности. То, о чем мы с вами поговорили, и то, что важно на текущий момент в отношении заработной платы, и, соответственно, какие изменения уже произошли еще у нас тут. Ну, в общем, обо всем понемножку. К сожалению, время нашей программы, нашей встречи достаточно ограничено, поэтому придется нам в быстром темпе все это проверять, потому что хочется рассказать про многое и желательно успеть в отведенное нам время. Ну, собственно говоря, вы все знаете, что у нас в этом году достаточно много произошло изменений в рамках текущих налоговых реалий. А на следующий год у нас правительство анонсировало уже, так сказать, действия по налоговой реформе. И, естественно, нас ждут достаточно большие изменения. Что уже сейчас поменялось, что потом мы с вами поговорим. Ну, немножко нормативных материалов. То есть у нас, ну, самый такой значимый, наверное, момент, это то, что вырос мрот. То есть с 1 января 2024 года он у нас составляет 19242 рубля. Раньше было принято решение, что в 2023-2024 годах повышение будет производиться в ускоренном порядке и сумма будет расти в зависимости от прожиточного минимума. И при этом мы будем ориентироваться на величину медианной зарплаты. Раньше у нас такой критерий не использовался, но с 2024 года к этой методике снова вернулись. Размер мрот у нас не может быть ниже прожиточного минимума. И, соответственно, прожиточный минимум у нас определяется на очередной год. И для пенсионеров, и для работающего населения, и для детей он несколько разный. На самом деле это большой прорыв, потому что, если вы помните, у нас много лет подряд мрот был на уровне 100 рублей. Ну, государство обещается сохранить темпы роста мрот на должном уровне. И, соответственно, будет увеличено. Со следующего года мрот будет увеличен. И будет уже корреспондировать с медианной зарплатой. То есть медианная зарплата, это когда берется самая нижняя зарплата, самая верхняя зарплата. И соотношение в этом случае с 2025 года декларируется на уровне ниже 48%. То есть все вот эти вот изменения у нас, собственно, вызвали. Первое, что нужно сделать в программе, это привести в соответствие с изменениями мрота, трудовые договора и местные локальные акты. Какие это у нас положения в оплате, положения о примировании, ну и, соответственно, должностные инструкции, все связанные с этим документы, суд, штатное расписание и так далее. То есть привести в соответствие с изменившимся мротом. И, естественно, не забыть про то, что у нас теперь в этом году действуют новые сроки подачи сведений по НДФЛ, то есть два раза в месяц. И это как бы начало самых значимых изменений, которые произошли в этом году. Значит, в этом году у нас с вами было несколько таких знаковых изменений. И в первых рядах, так сказать, у нас стоит НДФЛ. То есть у нас с вами в обязанности предприятий входит индексация заработной платы. То есть это уже не желание, хочу, сделаю, хочу, не сделаю, а обязанность. И эта обязанность распространяется на всех и государственных, и частных, и эпистов, ну то есть на все юридические лица. Здесь есть один момент, что у нас в этом году сильно изменились правила по учету гражданско-правовых договоров и, соответственно, отражению в учете и налогообложению. И вот как раз-таки сотрудники, которые по гражданско-правовым договорам работают, то есть гражданско-гпфа, гражданско-правового характера договора, они не могут рассчитывать на индексацию, потому что они работают по конкретным договорам, где определена конечная стоимость работы. И в Трудовом кодексе у нас прописаны достаточно серьезные жесткие правила. То есть, как мы помним, зарплата, выплата дважды в месяц происходит за первую и за вторую половину. С интервалами не больше 15 дней. То есть, соответственно, аванс у нас удается с 1 по 15, а зарплата по последнее число текущего месяца. И если выходной, то, соответственно, передвигается. Это старое правило, которое действует еще с прошлого, с прозапрошлого года. Но, естественно, мы фиксируем в локальных нормативных актах, то есть положение по оплате, трудоположение, опримирование в трудовых договорах с каждым работником. И вот в этом случае компанию поджидают штрафы. То есть за нарушение платежных правил штрафуют не только компанию, но и руководителя. И если произошла задержка выплаты заработной платы, то предприятие должно начислить компенсацию. И в тяжелых, так сказать, случаях, когда задержки зарплаты достаточно большие, предусмотрена уголовная ответственность для руководителя. И если у нас гомерческие компании, например, в местных локальных актах у нас не указано, например, в положении об оплате труда не указан порядок индексации и не указан механизм начисления штрафов за задержку заработной платы, то предприятие может получить до 50 тысяч рублей на компанию штрафных санкций. И на руководителя в этом случае до 5 тысяч рублей индивидуальные штрафы. И, соответственно, в этом случае будет обращаться внимание на то, чтобы работодатели не только на бумаге, но и в реальной жизни соблюдали эти правила. То есть индексировали зарплату и начисляли задержку зарплаты, и начисляли, соответственно, компенсацию. И после того, как мы приводим в соответствие все локальные нормативные акты, трудовые договора, то в этом случае теперь у нас один только момент остался. Мы все эти изменения оформляем приказом о том, что они вводятся с такого-то числа и в таком-то объеме. И, соответственно, если, смотря каким способом мы изменяем оклады сотрудникам, то есть если меняется оклад, то мы можем заключить новое трудовое соглашение, мы можем сделать, выпустить дополнительное соглашение к договору. Ну и про штатное расписание тоже не забываем. Штатное расписание у нас, естественно, должно соответствовать и локальным нормативным актам, и реалиям жизни. Значит, мы с вами сейчас посмотрим следующий слайд и переключимся на демо-базу. То есть следующий слайд для того, чтобы вас напугать. У нас предусмотрены большие штрафы, то есть не у нас конкретно, а в Российской Федерации. И этим штрафам сейчас как бы уделяется большое внимание. То есть штрафы предусмотрены за нарушение правил и сроков оплаты, соответственно, заработной платы, отпускных, больничных и так далее. И особенно за задержку выплат по больничным листам. Поскольку у нас с вами, как вы помните, было объединение пенсионного фонда и соцстраха. Теперь у нас общий объединенный фонд, социальный фонд России. И больничные листы мы получаем только в электронном виде. Ну и, соответственно, если мы задерживаем оплату по больничному листу, то есть, например, не предоставили сведения или еще каким-то образом, то в этом случае у нас будут штрафы от 30 до 50 тысяч рублей. А директору грозит персональный штраф в сумме от 10 до 20 тысяч рублей. Я напомню, что у нас больничные листы, порядок предоставления и выписки больничных листов теперь немножко отличается от того, к чему мы привыкли. И, соответственно, у нас выписываются больничные листы и для граждан, которые работают по гражданско-правовым договорам, то есть ГПХшники. И поскольку у нас это требование с 2023 года, то есть в 2023 году введено, то, естественно, в этом году уже по договорам гражданско-правового характера сотрудники могут получать реальные компенсации и, соответственно, оплачивать всем работникам по гражданско-правовым договорам предприятия обязаны. И, соответственно, если у вас больничные по уходу за ребенком, то такое больничное может быть выписано на маму и на папу. Но надо помнить про то, что детские больничные у нас оплачиваются с первого дня от нетрудоспособности, то есть не с третьего, как мы привыкли, что три дня оплачивает работодатель, а потом соцфонд. Значит, в этом случае, если детский больничный соцфонд оплачивает с первого дня, но есть ограничения по возрасту ребенка, то есть, например, до 7 лет – это 60 дней в году оплачивается, до 15 лет уже меньше – 45 дней, и до 18 лет – 120 дней. Но исключение для больного ребенка, если заболевание онкологическое или ВИЧ, в этом случае возраст не учитывается и оплачивается без ограничений. То есть, про это надо помнить, это изменения, которые произошли в этом году у нас касательно больничных, и, в общем-то, которые сильно порадовали сотрудников. И еще, значит, у нас основные изменения, которые произошли, произошли по НДФЛ. И, соответственно, в случае, когда вопрос стоит по поводу начисления, перечисления, НДФЛ у нас предприятия выступают как налоговые агенты. Ну и, собственно говоря, все вы уже столкнулись на практике и знаете, что для налоговых агентов у нас предусмотрены теперь уведомления и, соответственно, уплата два раза в месяц. То есть, налоговые агенты предоставляют уведомления по НДФЛ два раза в месяц. Если этот период до 25-го, неправильно сказала, то есть предоставляют уведомления об уплате до 25-го числа, то у нас период захватывается с 1-го по 22-е. А если у нас идет разговор про вторую половину месяца, то в этом случае до 3-го числа за период с 23-го по конец месяца. И за декабрь в последний месяц года у нас подается уведомление не позднее рабочего дня, последний рабочий день текущего года. То есть в этот день мы подаем уведомления за период с 23-го по 31-го декабря. То есть не 3-го числа, как обычно мы предоставляли, а последний день текущего года. Ну, на самом деле предоставление уведомления и оплата два раза в месяц вызвало достаточно много вопросов. И эти вопросы были связаны, собственно, с технической стороной, как в конфигурации отражать и начисление, и оплату. Мы сейчас посмотрим, только посмотрим уже на конфигурации. И до этого момента еще один слайд, который показывает изменения в сроке уплаты. То есть срок уплаты у нас теперь дважды в месяц. И если уведомления мы подаем, например, за период с 21-го по 22-е число, то уведомления мы подаем до 25-го числа, а оплачиваем не позднее 28-го числа. Если у нас идет период с 23-го по конец месяца, то в этом случае мы подаем уведомления 3-го числа, а оплачиваем 5-го числа. И в декабре, конец декабря, значит, уведомления мы подаем не позднее последнего рабочего дня года. И оплату производим тоже последний рабочий день года. В 24-м году это у нас будет 28-го декабря. Дальше у нас уже не рабочий день. Итак, посмотрим с вами на практике конфигурацию. Значит, здесь я сразу хочу сделать акцент на том, что, во-первых, поскольку много изменений произошло, то надо обязательно следить за актуальностью вашего релиза, потому что вводились не только при обновлениях новые регламентные документы, но и устранялись ошибки, которые встречались в предыдущих релизах и так далее. Посмотреть, какая у нас программа, мы можем вот по этой пиктограммке. И нас интересует пункт и информация, и источник. Вот такая вот пиктограмма о программе. И здесь мы видим с вами релиз платформы, а вот здесь сведения о самой конфигурации, то есть, соответственно, конфигурации, с которой мы работаем. И проверить это, насколько актуальный релиз можно через интернет, на самом деле это несложно. Но обращать на это внимание обязательно нужно, и обязательно нужно обновляться, чтобы регламентные операции соответствовали отчетным документам. Ну, вы знаете, что у нас, допустим, форма отчета 6 НДФЛ с нового года, то есть с 1 января применяется уже новая форма, которая отличается не только внешне печатной формой, изменениями в печатной форме, но и, соответственно, изменениям в кодировке. Значит, у нас с вами основные настройки выполняются через меню настройка и налоги и взносы. То есть, допустим, если налоги и взнос мы открываем, то здесь у нас идет отчеты по налогам и взносам, ну и, соответственно, справки, которые мы можем подавать. И через меню настройка мы с вами можем настраивать дополнительные функции. Сейчас мы с вами перейдем к этому конкретному разделу и посмотрим вот что. То есть у нас в прошлом году действовала переходная ставка. Опять же, это НДФЛ, который у нас изменялся достаточно много, и ему предстоит еще больше изменений. То есть у нас действовала ставка переходного периода, когда мы платили при достижении предельной величины, мы платили уже не по 13%, а по 15%. То есть совокупный доход считался. В этом году у нас это уже узаконено, и, соответственно, считается, вот здесь ключевое отличие. В прошлом году мы считали независимо по какой базе, то есть от того, что начислено, мы считали 13% и давали сотруднику. А в этом году мы, к сожалению, должны брать во внимание совокупную базу, то есть по всем налогооблагаемым базам, и, значит, соответственно, следить, чтобы сотрудник предоставлял сведения, если он работает в других организациях, например, где-то по совместительству, и, соответственно, должны учитывать и его общую налогооблагаемую базу. И в этом случае ставка 15% может быть начислена уже у большего количества человек, поскольку общий доход может превысить ограничение 5 миллионов. Как я уже говорила, у нас больничный лист оплачивается теперь по гражданско-правовому характеру расчет остался точно такой же, как и для обычных сотрудников, то есть стоимость страхового года, мрот на начало года, на ставку, на тариф страховых сносов и на 12 месяцев. И в этом случае, значит, у нас в 23-м году были проблемы, потому что декларирование того, что сотрудникам на ГПХ оплачиваться больничный лист было, а практически возможности получить такую оплату не было, поскольку страхователи не перечисляли, естественно, авансовые платежи со страх по оплате страхового года. А в этом году уже, соответственно, реально можно получать оплату за больничный, поскольку страховые взносы уже начисляются, и за 23-й год стоимость страхового года у нас составляла 5652 рубля 22 копейки, то есть при перечислении взносов у многих эти суммы были уже начислены. Соответственно, если начислено не меньше этой суммы, не меньше стоимости страхового года, то вопросов с получением больничного у сотрудников не возникает. Здесь есть тоже некоторые ограничения, то есть если мы оплачиваем больничный по ГПХ, то в этом случае, если у нас ГПХ на срок до 6 месяцев, а чаще всего такая продолжительность у договоров ГПХ редко встречается, обычно месяц, там полтора, то есть срок, который необходим для выполнения конкретной работы. Значит, если у нас срок договора ГПХ до 6 месяцев, то продолжительность оплачиваемого больничного листа 75 дней, кроме заболевания туберкулезом. Ну, то есть если сотрудник, например, попал в больницу, в стационар, и потом выписан из стационара с инсультом, например, то в этом случае больничные листы, которые выписываются на срок, допустим, до полугода, уже мы не можем использовать, поскольку в этом случае действуют ограничения, что у нас с продолжительностью оплачиваемого больничного максимально 75 дней. Ну и, соответственно, если это больничный по уходу за ребенком, то он будет тоже иметь некоторые ограничения, ограничения такого свойства, что он должен представить в СФС дополнительные документы, соответственно, о возрасте ребенка и... И, собственно говоря, дополнительно могут запросить сведения, касательные свидетельства о рождении ребенка и заявления. Собственно, все выплаты, которые у нас в этом году производили сотрудникам, еще, кроме изменений по НДФЛ, содержат достаточно много изменений, которые либо приводили в соответствие другие нормативные акты, либо еще устраняли какие-то лазейки, которые были, опять же, по НДФЛ в других разделах. К таким исправительным, можно сказать, ситуациям относится еще ситуация, когда у нас были изменены лимиты компенсационных выплат. То есть сейчас, с этого года, у нас максимальные размеры суточных, которые, внимание, не облагаются НДФЛ, составляют до 700 рублей за каждый день командировки на территории России и до 2500 за каждый день командировки в других странах. То есть у нас с вами в этом случае командировочные, это деньги, которые идут на оплату услуг, то есть, например, это может быть транспорт, проживание, то есть те расходы, по которым сотрудник составляет нам авансовый отчет, то есть предоставляет подтверждающие документы. И суточные, это деньги, которые идут на оплату дополнительных расходов, ну, в частности, чаще всего на питание, естественно. И вот эти вот суммы раньше не облагались налогом НДФЛ в соответствии с локальным нормативным актом, то есть, если, например, транспортные компании, то они могли вносить в положение об оплате труда, что компенсации за разъездной характер составляют сумму больше, чем 700 рублей, например, или что командировочные выплачиваются в таком-то размере, который больше, чем 700 рублей. И, естественно, эти затраты входили в состав уменьшающих налогооблагаемую базу по прибыли, но НДФЛ не облагались. И когда было введено вот это положение, то есть были введены выплаты, то судебная практика, к сожалению, содержала большое количество исков, когда предприятия судились, и такие выплаты, то есть вот командировочные и суточные, были, составляли порядка 50%, то есть 48% от заработной платы, то есть, соответственно, уходили из-под налогообложения по НДФЛ, и этим, в общем-то, с удовольствием пользовались. После того, как ввели лимиты на компенсационные выплаты, то этой лазейки уже не стало, и, соответственно, вы можете указать в локальных актах какую угодно сумму, что, например, суточные у вас будут составлять 3000 рублей, или командировочные будут составлять 10000 рублей, и вы сможете это, как бы, включить состав затрат по прибыли, но не облагайте НДФЛ, вы можете только 700 рублей из этой суммы, а остальное у вас пойдет уже в налогооблагаемую базу по НДФЛ. Еще одно изменение, и, пожалуй, самое неприятное из принятых, это касается дохода, налогообложения дохода от материальной выгоды. Чаще всего ситуация, когда на руководителя или собственника оформляется договор взайма, достаточно широко известная, использовалась давно, и эти договора, в общем-то, висели по многу лет, но потом было принято положение, что на них начисляется, если ставка по такому договору меньше 2-3 ставки рефинансирования, то начисляется материальная выгода с разницей на процентах, например, и эта материальная выгода облагается подоходным налогом, причем по 35%. Потом, в 2021 году было принято положение, по которому объявлялся мораторий. Мораторий у нас действовал на материальную выгоду с 2021 по 2023 год, то есть НДФЛ у нас не начислялся, но с 1 января этого года мораторий прекратил свое действие, и у нас возобновились начисления НДФЛ, и самый неприятный момент, что кроме начислений нужно было перечислять НДФЛ ежемесячно, соответственно, в налоговые органы. И вот сейчас, в этом году, после отмены моратория, ставка сохранилась 35%, но она касается и вновь заключенных договоров, и старых договоров, которые, например, были заключены до 2024 года, и вот эти два года находились под мораторием. То есть не нужно забывать, что начислять НДФЛ мы должны и по договорам, которые были выданы до 2024 года. То есть не только новым, которые заключены в этом году, но и старым, по которым продолжается начисление. Ну и, наверное, тоже одно из неприятных новшеств, это то, что у нас с 1 января действует новая регламентная форма регламентного отчета. Это 6 НДФЛ. Сейчас мы переключимся сюда на, так сказать, нормативный нашу демо-базу и посмотрим раздел налоги и взносы и все документы по НДФЛ. То есть мы в этом разделе можем создать достаточно много документов, то есть справки, вычеты, ну и, соответственно, уведомления налоговых органов. То есть в самих справках о... Справках, например, вот возьмем для... 2 НДФЛ. То есть в самой справке ничего особенно не изменилось. Если мы здесь заполняем сведения по организации, по нашей конкретной, и выбираем какого-то конкретного сотрудника или всех сотрудников. Но здесь у нас есть очень интересный сервис. Значит, в разделе кадры и в разделе зарплат он присутствует. То есть это сервис 1С кабинет сотрудника. И в этом кабинете сотрудника можно справки, допустим, 2 НДФЛ, расчетные листки и так далее. Сотруднику получают самостоятельно. То есть это облегчает жизнь, так сказать. Значит, из того, что мы с вами проговорили сейчас, следует, что у нас основные изменения были в начислении заработной платы. То есть, соответственно, у нас понятие аванса как таковое, в общем-то, исчезло из обихода. И теперь практически вопрос, как мы должны начислять оплату за первую половину дня и за вторую. Ну, здесь у нас с вами все достаточно просто. И мы, если начисляем за первую половину дня, мы начисляем из рабочего места все начисления, то есть это общий журнал начислений. А начисления зарплаты и взносов у нас используются в другой ситуации. То есть, если мы за первую половину дня, половину месяца формируем начисления, то мы выбираем, открываем общий журнал, выбираем все начисления и через кнопочку создать нам доступно вот такое меню. И здесь у нас есть начисления за первую половину месяца. Вот, соответственно, начисления за первую половину месяца я сейчас открою существующее, чтобы нам не тратить время на начисление за первую половину. То есть, соответственно, здесь берется половина оклада и начисляется сотрудникам, ну, традиционным, собственно, способом. Сейчас мы должны использовать эту форму для оплаты за первую половину, а когда мы за вторую половину месяца хотим начислить заработную плату, то мы используем уже вот этот пункт начисления зарплаты и взносов. И в этом случае, как вы видите, где в этом журнале у нас уже не попадает начисление за первую половину. И начисление, вот, например, за июнь происходит полностью, полный оклад и, соответственно, расчет взносов в зависимости от начисленных данных. Значит, и если я открываю общий журнал, то есть, например, все начисления, то я вижу начисление за первую половину и начисление зарплаты за вторую половину. Если мы с вами говорим про отчетность, то отчетность в налоговые органы и в социальный фонд у нас располагается в блоке отчетность, справки, и вот он, 1С-отчетность. Здесь есть одна маленькая тонкость, то есть, соответственно, регламентированная отчетность, допустим, 6 НДФЛ, которая применяется с начала года, новая форма. Если мы открываем 1С-отчетность, блок 1С-отчетность, то у нас выскакивает вот такая рекламная, рекламный баннер про сервис 1С-отчетность. То есть, сам сервис 1С-отчетность у нас позволяет подключиться к сервису. Ну, почитать подробно можно по ссылочке. На самом деле, этот сервис позволяет напрямую подключаться к сайтам наших фискальных учреждений, то есть, социальный фонд России, налоговые органы, судебный пристав и так далее. То есть, мы почитали, мы прониклись, мы считаем, что это нам нужно, и можем вот по этой ссылке подключиться прямо сейчас. Для этого не требуется участие, допустим, IT-специалистов, но, как всегда, завуалировано написано, что если у вас подписка ИТС-ПРОФ, то вы имеете право на бесплатное подключение, но, внимание, только одного юридического лица. Если у вас, например, их 10, то одно вы подключите бесплатно, а 9 уже за денежку. Ну, правда, денежка достаточно дружественная, то есть, за год, ну, в зависимости, естественно, от количества лицензий, будет составлять примерно 4 800. То есть, если мы делим их на 12 месяцев, то получается вполне себе дружественная цифра. А если у вас подписка ИТС-Техно, то в этом случае у вас не будет возможности бесплатного подключения даже одного юридического лица. То есть, у вас все будет за денежку, платное подключение. Но, как я уже сказала, суммы те же самые. То есть, делим на месяц и получаем порядка 500 рублей в месяц. Вполне себе посильная сумма для большинства предприятий. Значит, зачем нам нужен сервис 1С-отчетность? Сервис 1С-отчетность нам нужен для подключения к личному кабинету ЕНС, то есть, единого налогового счета. Это созданный сервис на сайте налоговых органов. Очень, кстати, удобный и визуально комфортный. Но подключить его можно только в том случае, если у нас сервис 1С-отчетность активирован, и мы можем подключаться напрямую к сайту налоговых инспекций. Так, сейчас мы это закрываем. И, естественно, у нас появилась новая форма 6-НДФЛ. То есть, если я беру создать, вот беру отчетность фонда, например. И, соответственно, 6-НДФЛ. Вот у меня уже здесь есть. Нету. Не смогу показать. Соответственно, ищу то, что меня интересует. И у нас 6-НДФЛ имеет вот такой вид. То есть, 6-НДФЛ и с 2021 года. Если я попробую вот это, то у меня пишется, что это уже старая форма. Она не действует. Но если мне надо дать уточненку за предыдущий период, то я, естественно, могу воспользоваться за тот период, когда действовала эта форма. Поэтому мы выбираем в этом случае, допустим, вот создать. Мы выбираем вот это. То есть, 6-НДФЛ с 2021 года. И, соответственно, в моем случае у меня по кронпринцу на начисления идут, по головной организации. И в этом случае у меня все красиво формируется, допустим, за полугодие. Нет, за полугодие. И, то есть, стандартным вариантом. Но обратите внимание, уже новый бланк, который в 23-м году в декабре введен. На самом деле бланк не сильно изменился. То есть, у нас изменился титульный лист. И произошли изменения. У нас раздел 1 есть и раздел 2 есть. То есть, соответственно, произошли изменения в этих разделах. И если... Нет, мы не будем использовать. И если мы делаем отчетный 6-НДФЛ, то у нас в этом случае будет возможность прилагать справки уже только справки 2-НДФЛ в годовую форму. Потому что она прилагается только к годовому отчету, а к промежуточному мы не прилагаем эти справки. Снова... Господи, слава русская не пролазит. Хочется сразу много сказать. Значит, переходим на наши слайды. И в этом случае у нас еще несколько отчетов, которые требуют того, чтобы об них сказать. Значит, естественно, с первого квартала у нас новая форма, которая изменилась не только, печатная форма, так сказать, но и формат самого отчета. И поэтому мы уже не можем, например, в режиме ручного редактирования сделать, изменить форму, послать ее, и она не пройдет. Потому что формат данных тоже изменился. И, как мы помним, что у нас НДФЛ с нового года с совокупности налоговых баз облагается. И изменения у нас произошли в расчете ЕФС-1, то есть это отчетность, которая сдается в Единый социальный фонд России. И здесь, в общем-то, в раздел 2.1 добавилось поле льготы. Ну и вот вы видите перечисление, в каких случаях заполняется это изменение. И титульный лист у нас с вами изменился, я уже говорила. Здесь добавился код страхователя физического лица. Собственно, не такие уж большие изменения. А вот самые большие изменения произошли у нас в воинском учете. И самые большие штрафы у нас тоже связаны с воинским учетом. Если штрафные санкции, которые касаются задержки заработной платы, там еще каких-то нарушений, например, озвучиваются в 30-50 тысяч, то нарушение в отношении военкоматов воинского учета уже, соответственно, 400-500 тысяч. Так что внимание на это надо уделить особое. И надо помнить о том, что у нас воинский учет требует дополнительной активации. Если вы только начинаете заполнять программу, то необходимо через раздел МСИИ и администрирование, то есть заполнить, поставить флажок, что ведется воинский учет. Сейчас мы посмотрим с вами такой слайдик. То есть в разделе настройки мы с вами берем кадровый учет раздел и проставляем здесь чекбоксы. Значит, это у нас выглядит в натуре вот таким образом. Настройка, кадровый учет. И мы опускаемся здесь немножко ниже. После штатного расписания у нас идет воинский учет. Мы в обязательном порядке ставим здесь один флажок. И когда мы добавляем один пункт, то есть ведется воинский учет, мы добавили себе один отчет. А когда мы проставляем вот здесь вторую отметочку, чаще всего, то есть если вы ведете воинский учет и, соответственно, на период мобилизации имеете право проводить бронирование, вы ставите второй флажок, и этот флажок добавляет вам еще две формы, две отчетные формы. Соответственно, после того, как вы проставили эти отчеты, в разделе кадры появляется раздел воинского учета. То есть здесь собраны все документы, которые нам необходимо делать. Значит, и здесь есть такая тонкость. Необходимо издать приказ о делопроизводстве. Сейчас мы про этот приказ поговорим. И, соответственно, составить два документа, которые регламентируют воинский учет. Снова переходим к нашим слайдикам. И, значит, во-первых, изменилась система информирования. Сейчас о проведении кадровых мероприятий мы должны проинформировать социальный фонд России не позднее пяти дней. Извините, неправильно сказала. Проинформировать социальный фонд на следующий день, а военкомат в течение пяти дней. Раньше этот срок был две недели. И при увольнении, естественно, тоже. То есть при приеме, при увольнении, при перемещении мы должны поставить в известность военкомат. То есть подать вот такую справку, то есть сведения о граждане, не подлежащем военскому учету. Эта справка имеется в нормативных документах, которые мы можем вызвать из конфигурации. И, кроме того, что мы в военкомат посылаем уведомления о том, что такой-то, такой-то или принят, или уволен, например, мы должны указывать еще и его паспортные данные с НИЛС, дату рождения, ну, то есть полностью все сведения, которые заполняются при приеме и которые в обязательном порядке должны быть заполнены. Заполнять увольнский учет мы должны по... Вы видите на экране, по каким параметрам, по каким признакам. И здесь хочу немножко акцентировать ваше внимание, что даже если у вас в штате числятся одни девочки, вы должны все равно ввести воинский учет, но нет у вас сейчас девочек, которые подлежат воинскому учету, но... А учет есть. То есть женщины в любом случае есть, те, которые имеют специальности, подлежащие воинскому учету. То есть, например, врачи, связисты. И обратите внимание на срок. То есть воинский учет ведется до тех пор, пока человек состоит в запасе. То есть женщинам это до 50 лет, мужчинам до 70 лет. Ну, естественно, если это идет разговор о, например, военнообязанных, то в этом случае срок зависит от воинского звания и от разряда. Для того, чтобы к воинскому учету не было никаких претензий, необходимо документально обозначить систему документа оборота. То есть так как вы в учетной политике отражаете номенклатуру дел, точно так же должно быть для воинского учета. Вот вы видите примерный перечень папок, которые у вас должны быть. И, соответственно, самый основной документ – это журнал воинских проверок. То есть точно так же, как для торговых организаций журнал проверок был одно время самым актуальным документом, так и здесь журнал проверок для воинского учета обязательно должен быть. И при проверке, когда к вам приходит какой-то специалист и говорит, что нужно вас проверять, вы в обязательном порядке должны у него попросить удостоверение и внести информацию про удостоверение в этот журнал. На самом деле еще один момент, на который надо обратить внимание, это то, что в отличие от налоговых органов в военкоматах, не все справки, которые мы сюда должны предоставлять, унифицированные. То есть форма справки утверждена, но местными локальными актами территориальных органов власти может быть установлена другая форма, то есть, например, с какими-нибудь логотипами, еще с чем-то. То есть нужно в военкомате сначала удостовериться, нет ли каких-то индивидуально для ваших территориальных условий разработанных форм отчетности. Если нет, то мы, в принципе, все готовим в УЗУПе, то есть для этого все есть. А если да, то, конечно, мы уже подстраиваемся под те формы, которые есть. Ну, отчеты, которые нам доступны, это кадровые отчеты. И в этом случае мы, вот видите, можем произвести и анализ воинского учета, и отчетность для военкоматов. Ну, если мы выбрали бронирование, то, естественно, для бронирования. То есть вот в таком диалоговом окне мы можем выбрать то, что нас интересует, и либо сделать настройку на ту форму, которая действует, либо просто использовать уже готовое. Ну, и, наверное, про штрафы я уже говорила. Штрафы за то, что вы, например, не передали уведомления от военкомата вашему сотруднику, или не сообщили о том, что он призывается на сборы, или еще какая-то информация не сообщила, не сообщена вами о явке в военкомат. Вот в этом случае штрафные санкции будут от 400 до 500 тысяч, согласитесь, существенно. Ну, и, собственно говоря, еще мы должны отчитываться в фонд занятости. И здесь тоже есть перечень, в каких случаях мы должны это делать. Вот вы его видите на экране. К сожалению, я уже не успела рассказать поподробнее про него. Но, тем не менее, это надо учитывать, и эти надо сдавать. Таких драконовских штрафных санкций, как с военкоматом, у службы занятости нет. Но все равно сейчас уже любое отклонение от установленных сроков карается, соответственно, возросшими штрафами. И еще вот такой сладик хотел вам успеть показать. То есть, это регистрация на сайте Работа России. Это аббревиатура ЕЦП, единая цифровая платформа. Есть организации, которые были обязаны размещать на ней свои сведения. Вы видите перечень таких организаций. Ну, это в основном муниципальные образования, бюджетные и так далее. И работодатели со средней списочной численностью больше 25 человек. Но сейчас, в 2024 году, это требование отменили. И, соответственно, уже не нужно размещать, регистрироваться на этой платформе, размещать отчеты. Но, как бы, статья закона отменена, а правила номер 2576 продолжают действовать. То есть, если вы не боитесь нарваться на нарушение этих правил, то уже на ваше усмотрение. И, собственно говоря, за отчетность в незданном центре занятости, как я уже говорила, штрафы, конечно, есть. Но не такие огромные, как в военском учете. И вот вы видите, штрафы какие. То есть, по сравнению с 300 и 500 тысяч, это можно даже сказать, такие ласковые штрафы. Но, тем не менее, хочу вам показать этот слайдик совершенно по другой причине. То есть, со штрафами все понятно. Это у нас кодекс об административных правонарушениях. А вот еще один информационный ресурс, обратите на него внимание, это Роструд размещает много сведений разных на новом сайте онлайн-инспекция.рф. То есть, есть смысл сходить на этот сайт, посмотреть и посмотреть, насколько вам удобно покажется информация, которая размещена на этом сайте. Вот, к сожалению, все новости, которые мы с вами успели сегодня обсудить. Значит, я хочу еще раз вернуться к титульному листу, нашему заглавному, так сказать, листу и напомнить вам наши контакты. Электронный адрес, телефоны, телеграм-контакты и сайт. И мы надеемся, что вы найдете интересную для себя информацию и на сайте, и вернетесь, если будет желание более внимательно посмотреть запись нашего вебинара. То есть, мы предлагаем сотрудничество и будем очень рады обратной связи. Напишите нам ваши вопросы, которые у вас возникли. То, что вам было бы интересно послушать в ближайшее время, какие вопросы. Мы, естественно, с большим удовольствием вам расскажем и по особенностям работы в ЗУПе, и в ЕРПе, и в бухгалтерии, ну, то есть в любых конфигурациях. И надеемся на дальнейшее совместное сотрудничество. Компания Кодерлайн благодарит вас за время, которое вы нам уделили, за внимание к нашим вебинарам. И на этом мы с вами сегодня заканчиваем нашу встречу. Разрешите пожелать вам хорошего дня и хороших выходных. Всего доброго.